Всем привет, с вами Драгин и сегодня у нас будет обзор взвода RU251. В начале хотел бы поблагодарить за ваши донаты, если вы также хотите поддержать меня и моё творчество, а заодно попасть в ролик, то ссылочка на донат в описании. Ну а теперь усаживайтесь поудобней, ведь мы начинаем. Получить немецкий премиум взвод RU251 можно выбив его из большого трофея «Скрытая атака», где он является одной из главных наград. Также данный взвод стал первенцем, который получил эксклюзивные камуфляжи, правда есть одно но. Это но заключается в том, что эксклюзивные камуфляжи на взвод RU251 нужно также выбить из большого трофея. Возглавляет данный взвод немецкий опытный лёгкий танк RU251. Бронирование ружки как для лёгкого танка стандартное, точнее его практически нет. Данный танк способен уничтожить почти все и всё, что умеет стрелять, начиная с автопуши. Чтобы не быть голословным, послушайте небольшой монолог про цифровые показатели толщины брони RU251. Лоб корпуса имеет толщину всего 30 мм, и это его самая толстая часть. Борта корпуса имеет толщину 20 мм, а корма его всего 7 мм. Толщина брони башни составляет 20 мм во всех проекциях. Как мы видим, цифры тут не впечатляющие, и можно было бы уже сказать, что выживаемость ружки весьма удручающая, что в какой-то степени действительно является правдой. Однако поиграв достаточное количество боёв, я понял, что из-за отсутствия брони, многие вражеские снаряды попросту не взводятся, ну или мне просто так везёт, не знаю. В общем, порой ружка способна выдержать те снаряды, которые чисто логически должны отправить вас в бой на следующем танке. Можете, кстати, написать свои предположения в комментариях по этому поводу. У RU251 для повышения живучести имеются дымовые гранаты, которые помогут скрыть контрольную точку захвата от вражеских лиц, или же помогут вам отступить, а также скрыться от противника. Самым главным преимуществом RU251 является его великолепная подвижность. И так как ружка не имеет брони, и её вес составляет 25,5 тонн, а мощность двигателя достигает 1259 лошадиных сил, удельная мощность 49,4 лошадиных сил на тонну тут потрясающая, что даёт нам возможность быстро набрать свою максимальную скорость 89 км в час вперёд и назад, за счёт реверсивной коробки передач. Также я решил сравнить скорость Leopard 1 и RU251. Это сравнение вы можете видеть прямо сейчас на своих экранах. На RU251 установлена 90-мм пушка БК-90, которая способна перезаряжаться за 7,6 секунд, а также имеет углы вертикальной наводки в минус 9 градусов вниз и 20 градусов вверх. Номенклатура снарядов для данной пушки состоит из трёх типов. Первый – это кумулятивный снаряд М431 с бронепробитием 320 мм на любой дистанции и тротиломассой 712 грамм. Второй – это хэш-фугас ДМ502 с бронепробитием 100 мм на любой дистанции и тротиломассой 3 килограмма. И третий – это осколочно-фугасный снаряд М71 с бронепробитием 13 мм на любой дистанции и тротиломассой 925 грамм. В качестве основного однозначно берите кумулятивный снаряд. Честно говоря, я не мог предположить, что для такой мелкокалиберной пушки будут присутствовать такие хорошие кумулятивы, которые зачастую уничтожают врагов с первого выстрела. А может, я просто научился играть на кумулятивах. Второстепенным снарядом можно взять хэш-фугасы, которые неплохо уничтожают лёгкобронированную технику. Дополнительное вооружение тут весьма классическое для немецких танков. Это два пулемёта винтовочного калибра. Один спарен с орудием, а другой находится на башне танка. Благодаря своей прекрасной подвижности РУ-251 способен на фланговые обходы, занятие огневых позиций и захвату контрольных точек. Самое главное, что стоит запомнить – движение – это жизнь. Если хотите показывать хорошие результаты, главное без фанатизма, потому как брони у вас практически нет. Вторым танком данного взвода является немецкий тяжёлый танк «Тигр-2Х», или же просто «Королевский Тигр». Данная машина – это идентичная копия прокачки взвода «Пантеры-Ф». Единственная камуфляж другой. Бронирование, как для шестого ранга, тут весьма солидное. Верхняя лобовая деталь имеет толщину 150 мм, которая расположена под наклоном 50 градусов, что даёт приведённую броню аж 233 мм. Нижняя лобовая деталь имеет толщину 100 мм и находится также под наклоном 50 градусов, из-за чего приведённая броня достигает до 155 мм. Лоб башни имеет толщину 185 мм. Борта, а также корма корпуса и башни составляют всего 80 мм. Лучшим вариантом уничтожить «Королевский Тигр» будет выстрел в лоб башни, потому как боевикладка находится в корме башни. Дополнительно «Тигр-2Х» имеет дымовые гранаты, которые могут помочь скрыться от противника или, по крайней мере, скрыть уязвимые зоны танка. Подвижность, как для тяжёлого танка, тут весьма неплохая. Максимальная скорость вперёд составляет 44 км в час, а назад – 12 км в час. «Тигр-2Х» имеет 88-мм орудие КВК-43, которое способно перезаряжаться за 7,5 секунд. Имеет неплохие улы вертикальной наводки в минус 8 градусов вниз и 15 градусов вверх. Номенклатура снарядов для данной пушки состоит из четырёх типов. Первый – это каморный снаряд с бронепробитием 230 мм вблизи и 220 мм с 500 метров, а также тротиломассой 108 грамм. Второй – это осколочно-фугасный снаряд с бронепробитием 14 мм на любой дистанции и тротиломассой 1 кг. Третий – это кумулятивный снаряд с бронепробитием 110 мм на любой дистанции и тротиломассой 1100 грамм. И четвёртый – это подкалиберный снаряд с бронепробитием 270 мм вблизи и 250 мм с 500 метров. В качестве основного берите каморный снаряд. Его бронепробития вам вполне хватит на всех встречаемых противников. При этом данный снаряд имеет ещё и прекрасное заброневое воздействие. Второстепенно можно взять кумулятив против лёгкобронированной техники. Также в боекомплект рекомендую загружать до 23 снарядов, чтобы избавиться от лишней боеукладки, которая будет портить вам выживаемость. Дополнительное вооружение, опять же классическое, как для немецких танков, и состоит из двух пулемётов ментовочного калибра. Один спарен с орудием, а другой находится на башне. Играть же на данном танке можно по-разному. Можно продавливать направление, можно даже рискнуть на фланговый обход, а можно также играть в качестве поддержки союзников. Простыми словами, Королевский Тигр достаточно многозадачен. Третьим танком данного взвода является немецкая самоходная артиллерийская установка Jagdpanzer 4.5. Броня данной самоходки не удивляет. Самая толстая часть находится во лбу и составляет 50 мм, в то время как борта и корма имеют толщину по 30 мм. Дополнительно Jagdpanzer имеет дымовые гранаты, которые могут помочь отступить. Подвижность самоходки вполне хорошая. Максимальная скорость вперёд составляет 76 км в час, как и назад за счёт реверсивной коробки передач. На Jagdpanzer 4.5 установлена нарезная 90-мм пушка БК-90, которая перезаряжается за 5,6 секунд. Имеет углы вертикальной наводки в минус 9 градусов вниз и 15 градусов вверх. Номенклатура снарядов тут ничем не отличается от номенклатуры РУ-251, поэтому останавливаться на этом не имеет смысла, как и на дополнительном вооружении, ведь оно тут точно такое же, что и на предыдущих танках. Играть на Jagdpanzer 4.5 можно как на ружке, за счёт своей хорошей подвижности. Правда не стоит забывать, что данная самоходка не рэмбо, и её с лёгкостью могут уничтожить одним метким выстрелом в силуэт. Закрывает данный звод всеми известная немецкая зенитка Kugel Blitz, которая также имеется в прокачке. Бронирование, как для шестого ранга, тут не представляет какой-либо серьёзности, и уничтожить Kugel можно с первого выстрела в корпус. Подвижность зенитки находится на среднем уровне по сравнению с её конкурентами. Максимальная скорость вперёд составляет 42 км в час, а назад унылые 8 км в час. На Kugel Blitz установлены две 30-мм автопушки МК-103-38, которые имеют довольно неплохую скорострельность в 450 выстрелов в минуту, а также перезарядку ленты в 10 секунд. Номенклатура лент состоит из четырёх типов, но чтобы не растягивать ролик и вы не уснули, расскажу лишь про основную, которую следует загружать в боекомплект. Это лента ПЗГР-Х, которая имеет бронепробитие в 93 мм вблизи и 85 мм в 500 метров, а также тротиломассой 84 грамма. Также в ленте чередуются подкалиберные и фугасно-зажигательные снаряды, благодаря чему вы на вражеские самолёты можете поохотиться и на наземную технику. Вот мы и рассмотрели все танки данного взвода, и честно говоря, взвод получился довольно интересным. Неплохо, неплохо. Всё же они получили свой боёк на сегодня. Да, хоть тут и имеются прокачиваемые танки, однако имеются и новые, которые не дадут вам заскучать. Данный взвод точно понравится тем, кто любит агрессивный геймплей и не любит оставаться в сторонке. Поэтому, если вам удалось достать данный взвод, то мои поздравления и добро пожаловать в мир драйва, а также веселье. Пишите ваше мнение по поводу данного взвода в комментариях, будет интересно почитать. А на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям и всем пока.